ладно начнем наши сегодняшние новости как обычно наконец-то в субботу по моему снова вот на этой неделе что-то вроде кажется что не очень много новостей на самом деле на самом деле достаточно и что-то супер много драм поэтому можно прям сразу начать с первой же естественно там раз на этой неделе у нас был патч с вами михаё обычно выложили как как всегда там кучу всяких ивентов ну вот эти штучки которые на которой говорилось про ивенты и про все остальное это все не так интересно нам как кроме вот этого то есть это первое и сразу же драма из-за чего случился большой бугурт потому что очень многие надеялись на 10 вот этих вот круток которые дадут за вот этот логин ивент но как мы с вами видим время проведения этого логин ивента 28 сентября а 28 сентября как он начнется то есть вот первый день когда сможем будет забрать одну крутку это будет 28 сентября вот и это будет уже банах какоми поэтому у многих моментально подгорело начали опять михаё обвинять во всякой фигне какие они жадные все хотели именно на райден получить туда-сюда но в общем-то как обычно ничего естественно не случилось конечно же михаё не передумают понятное дело в принципе их здесь можно даже оправдать потому что раз это все на годовщину а годовщина как раз и 20 собственно 28 сентября или 27 не 28 по моему ну в общем неважно суть в том что как раз на годовщину и собственно этот логин ивент он как раз на годовщину а не на начало патча как многое как многие думали вот поэтому в принципе это такое микро оправдание михаё но конечно было забавно все это видеть как у многих в твиттере и на реддите и там где только не подгорело хотя в общем-то это всего лишь 10 круток я понимаю что из моих уст это звучит очень мерзко потому что я доначу в игру и мне как бы насрать но в общем-то все равно я всегда не понимал бугурта ну типа ну 10 круток у тебя у тебя не будет их на райден господи возьмешь с другого откуда-нибудь место он исследует острова собирает кучу примагемов с сундуков там ивенты делаю тебя будут крутки тем более там дерево можно будет прокачать до 30 уровня сейчас и с электроков по-моему ничего нельзя там получить никаких кого-то хотя вроде там примагемы дают ну anyway в общем такой себе повод для бугурта я вообще в принципе считаю все то что я сегодня расскажу это такие себе поводы для бугурта но мы об этом поговорим потихонечку в начале недели случилось невероятное в этот раз значит михаё решили анонсировать даже перед тем как начался новый патч и собственно перед тем как началось збт новых персонажей но был анонсирован всего один персонаж и это тома в прошлые разы как мы знаем там они в самый первый раз они вы выкинули казаху аяку йоэмию и саю что нам позволило предугадать ну точнее не предугадать а понять какие персонажи будут в патче 2 2.0 потом они перед началом патча 2.1 точнее там спустя несколько дней после начала патча 2.1 вот таким же образом выложили райден сару и какоми что соответственно позволило нам убедиться что именно эти персонажи будут в патче 2.1 а вот теперь они выложили только тому вот нету ни гора ни я и мико никаких либо еще вдруг внезапных персонажей из чего и собственно за всю эту неделю то есть эта картинка была выложена в понедельник за всю эту неделю больше не было никаких анонсов конечно возможно что в понедельник вдруг там нам выложит я не знаю я и мико например да вот ну вдруг всякое может быть но по крайней мере на данный момент на данный момент можно смело предполагать предполагать что герой будет только один вот новый новый герой будет только один в 2 2 а это значит что это значит что если тома лего то вторая лего будет по-любому геран потому что гераны вот так не объявляют если тома четверка то значит аж две леги будет гераны в 2 2 вот собственно по идее если смотреть как михайо делали гераны то гераны шли сначала то есть там венти тарталия джун ли ну была клип пропущена но она была пропущена потому что под острова и она потом ее иран был на островах вот то есть если мы опять же до продолжим эту цепочку то следующая очередь риранов по идее это альбедо и ганьюй но будет ли так непонятно вера может быть абсолютно любой вообще но факт в том что у нас будут рианы в 2 2 он уже не оспорим если конечно опять же внезапно что-то не случится не будет гора не будет я и мика но опять же мне если они внезапно михайо там что-то не передумают и там хуяк в понедельник в следующий будет там анонс я и мика там условно вот но пока судя по предыдущей потому как они делали предыдущие анонсы то есть персонаж новый будет в 2 2 только один в принципе михайо уже так делали да вспоминаем розарию которая была в патче 1 4 когда было два герана венти и тарталия и новая четверка вот была розария то есть в принципе нет ничего такого чтобы они там допустим не сделали опять альбедо и ганьюй два ирана ганьюй и так сама себя продаст и накрутит а с альбедо который продался не очень хорошо закинута в ртом вот ну в общем-то и нам дает это повод для рассуждений на тему и теперь становится благодаря этому становится очень интересно где мика где гора когда они будут будут ли еще какие-то новые персонажи что у нас будет после 2 2 бла-бла-бла-бла и так далее вот но как-то вот так здесь никакой драмы нет такая новость из разряда кому надо могут скачать почему-то снова вот как обычно это бывает то есть японская версия михайо в соцсетях всегда выкладывает какие-то особенные вещи мы уже и так знаем да там всякие интервью с сейви все остальное и так далее и вот на этот раз они в японском твиттере в своем выложили ссылку вот на эту новость которая столько на тоже на японском и здесь собрана целая гора вот этих вот стикеров которые можно скачать в хорошем качестве все остальное если вы придете вот прям прям zip архивчик тупо стоит так что если кому-то надо я вам ссылочку оставлю и скину даже в чатик можете качнуть если вам нужны вот такие стикеры там правда копирайтики конечно их по-моему можно и так найти но очень приятно и с другой стороны странно что они не выкладывают это для всех вообще непонятно то есть такое ощущение что японское отделение михайо это вообще отдельное прям какое-то отделение живущие отдельной жизнью и у них там в общем-то все свое вот так что такие дела ладно новость которую про которую чат не жужжит последние полчаса которая опять но я сразу предупреждаю на звучит как бла-бла-бла-бла-бла где-то чё-то опять откопали короче новость звучит так что в стим добавят хонка импакт я сначала обрадовался подумал что это будет вау все снова но потом снова это все пришло что чувак на рэддит выложил потому что он участвует в збт ханкая и он увидел там limited steam download medal достижение загрузку игры в стим в течение сопределенного периода в описании указаны не китайский стима глобальная версия ну короче это может быть вообще все просто так и нихрена не понятно ну можно конечно понадеяться и в принципе в принципе можно порассуждать на эту тему потому что я вот я считаю что добавление ханкая да и вообще геншина и вообще игр михайо в steam это круто то есть понятное дело что жадные михайо не очень будут хотеть делиться с габеном а ведь наверняка за внутриигровые покупки придется делиться с габеном с другой стороны они добавили геншин в epic game store и как бы ну почему бы не добавить его в steam потому что добавление в steam все равно как ни крути steam это сам популярная площадка на пеке steam пользуются все просто огромное количество людей уже довольно большое количество времени в принципе niacin это было бы очень большой плюс потому что это ту по очень большая очень большая аудитория которая может знать не знать про геншин и для них там геншин это сугубо мобилочная игра а большинству людей абсолютно вообще лень что-то там искать им вообще насрать там абсолютно то есть типа для них геншин мобилочная игра я уверен в 8 процентов людей даже знать не знают, что она, например, есть на Пеке. Вот, они там, может быть, слышали еще про PS4-версию, но, типа, просто потому, что для большинства людей Пека равно Steam. Нет в Стиме, значит, нет на Пеке. И все. Поэтому, в принципе, если вот это все окажется правдой, то это будет клево. И, надеюсь, тогда они добавят не только Ханкай, но и Геншин, потому что просто вырастет база игроков тупо. Вот. Поэтому... А если это все так, как бы, не знаю, в плане опытов, экспериментов, ну, тогда ничего не будет. Но я буду супер рад, если игра выйдет в Стиме, потому что это только еще больше бустанет Геншина. Михаил опубликовали вот такую вот страничечку, из которой видно, что они на годовщину сделали миллион конкурсов. В данный момент идут конкурс по руководствам, опять очередной. Вот. Естественно, опять с неким количеством примагемов, все дела. Нужно делать гайдики. В основном нужно делать... А, механическую клавиатуру с дизайном Кацин, кстати, раздадут пяти победителям. Нужно сделать гайдик по новым островам и так далее. Ну, в общем-то, ссылку я скину. Она будет и на Ютубе, и везде. И вы можете сами посмотреть. И вот награды там все, да. Вся вот эта вот мелочевка и Кацин Клава. И еще параллельно идет конкурс скейншотиков. То же самое, тоже дефолтный конкурс, дефолтных скейншотов нужно делать скринчики, выкладывать их в соцсети. Ну-ка. Так. А, только на форуме выкладывать. Я думал, через Твиттер опять. Ну, короче, да. Выкладывать только на форуме скейншоты и участвовать там тоже за примагем. Потом еще будет 16-го числа сентября фан-арт. И пока не началось конкурсы видосиков и конкурс косплея. Но пока этих всех конкурсов нет. Пока идет вот два конкурса. Даже не два, а три. Почему-то третья, кстати, не упомянута здесь. Что странно. Сейчас, давайте я уже сразу расскажу. Но они еще сделали конкурс стримеров. На Твиче. Видимо, Михаил очень сильно хотят прямо, я не знаю, чтобы Геншин на Твиче вообще бустил абсолютно все. Бустил там все подряд. Был вечно в топе и все остальное. Поэтому они вот сделали набор стримеров. Если ты там постримишь сколько-то времени, у тебя там будет сколько-то фолловеров туда-сюда. И, ну, короче, все. Главное, все для того, чтобы все стримили в категории. Тут, конечно, тут, кстати, не очень понятно, сколько надо стримить. Но нужно вот сюда ткнуть, если кто-то хочет стримить, Геншин на Твиче подать заявку. Вот. Там все заполнить. А регистрация окончания 10-го сентября. Но непонятно, сколько всего... А, нет, вот, период события до 21-го. То есть зарегистрироваться можно по 10-е, а до 21-го нужно стримить дофига. И там нужно всего застримить 15 часов за неделю, по-моему, что ли. Или за все время. А, нет, во время события, да. 15 часов и, короче, минимум 3 дня. Странные, конечно, для стримов какие-то рекомендации, потому что 15 часов, ну... Грубо, по 5 часов 3 дня и все. В общем, какая-то... Очень странный конкурс, но они уже делали подобный конкурс и набор стримеров, поэтому... Я отправил заявку на участие, но я не думаю, что меня вообще будут учитывать, потому что я контент-крейтер, и вряд ли... Потому что, по-моему, в прошлый конкурс, когда был, я тоже отправлял заявку на участие, но никаких примагемов мне не пришло, значит, я не победил, и как бы... Но я не мог не победить, понимаете? Поэтому я думаю, что просто контент-крейтерам нельзя участвовать в подобных конкурсах. Ну, берут, видимо, всех. А поскольку записи обо мне есть в контент-крейтерстве, так что... Ну, я так пофанул, что мне жалко, что заявку подать. Так что... Такие дела. Ну, раз вы хотите драм, то давайте читать. Давайте перейдем. Давайте к хардкору. Вообще, я не хотел это упоминать в новостях. Вот. Но... Раз вы так хотите, хотите драмы, то в пачноуте... И вот следующее сейчас после пачноута будут подсказки. Их тоже обсудим. Вот эти я хотел обсудить, а тут-то, я думал, нечего обсуждать. Но ладно. Окей. Но в пачноуте есть несколько интересных моментов. Так. Значит, во-первых, во-первых... А, ну, начнем вот с этого. Как раз на это тоже бухтят. Кстати, я тоже на это бухчу. Михаё добавили механику репли персонажей, которые активируются при открытии сундуков. И это круто. Потому что там очень рофельные реплики. Особенно, если вы играете с английской озвучкой. Но, в принципе, если вы потом посмотрите перевод японского, то тоже порофлите. И, если честно, там не небольшая вероятность, они пиздят постоянно. Вот. Но! В чем состоит бухтёж? Бухтёж состоит в том, что они запарили, просто запарили менять озвучку. Они опять что-то понаделали с ганьюй. Очень... Я тут сейчас не готов компетента признавать, но очень многие в чате мне жаловались, что что-то там понаделали с озвучкой аяки на японском. Потому что она стала звучать как-то странно, как будто разные эссею озвучивают. Что-то там... Опять что-то с визгом ганьюй сделали, задолбали. Что-то там еще. Какие-то охи-ахи все переделали. Что? Зачем? Что? Что? Блин. Почему они это делают? Короче, совершенно непонятно. Может быть, там что-нибудь китайская партия в лице великого нефритового стержня Си что-то там хочет? Вот. Но непонятно. И поэтому это... И это немножко странно, потому что казалось бы... Чего вообще? Ну то есть вот... То есть вот этот вот момент классный, то, что они при открытии сундуков сделали фразы. Да, супер. Особенно самая крутая фраза там у Венти, потому что он говорит слава Барбатосу, ох, вейт. Вот. И это прикольно. Ну они там вообще нормально, рофильные фразы говорят. Вот. А вот то, что они в целом что-то там меняют... Ну тут, кстати, по-моему, тоже это где-то все написано. Второе, значит, вот это вот. Ну, во-первых, опять же, драма, короче, в чем стоит? В продаже появится набор Бесконечная симфония, после его покупки вы получите особенную именную карту, особый предмет декора, особый планер и тысяча примагемов. Нихуя не понимаю, почему драма? Значит, во-первых, какого хрена все решили, что это на годовщину? Блять, просто набор с тысячей примагемами в продаже. Где написано здесь годовщина слово? Где? Это во-первых. Во-вторых, там уже начались опять эти спекуляции про цену. Самая популярная спекуляция это 30 баксов. Ну давайте, хорошо, давайте прикинем, значит, тысяча примагемов, да? Окей. где там наши? Ну, тысяча примагемов, ну, по факту, это 1400 рублей, вот эта строчка. Значит, это у нас 15 долларов. Вот. Да? Подождите. Так, бакс, пять. Да, это 15 баксов вот эта вот штука стоит. Ну, в принципе, накидывая за крылья там туда-сюда, я думаю, что будет, наверное, в районе, ну, с учетом того, что наверняка Михаё жадные и захотят, чтобы этот набор стоил примерно, так, это что получается у нас? 1090, да? Здесь дадут. Ну, то есть он будет стоить где-нибудь в районе 1200-1500 донатной валюты, то есть, чтобы ты купил вот этот пак и у тебя осталось с собой, да, то в принципе, конечно, можно опрекинуть, что придется покупать вот этот пак и, да, этот вам будет стоить там 30 баксов, да, условно. Вот. Ну, на самом-то деле, он будет стоить, скорее всего, дешевле. Я вообще могу предположить, что он будет стоить вот как, вот столько же. Ну, то есть, как скин Джин и скин Барбара. А это все равно не 30 баксов. Тем более, опять, а может быть, будет стоить вообще дешевле. Ну, тем более, опять, опять же, у нас все, эти-то, будут сброшены донатные штуки, поэтому, скорее всего, вы сможете купить вот за этот набор. Если он будет даже стоить 1680 как скины, то сможете купить за этот набор, потому что здесь будет 980 плюс 980. Ничего как бы в этом такого нет. Поэтому, ну, опять же, опять же, опять же нет цены, опять же нет ничего, блядь, это просто набор. Че у всех так горит жопа, я не знаю, вам просто продают тысячу примагемов и еще несколько безделушек, которые нахер никому не уперлись. Господи, драма опять из ничего. Ну, то есть, блин, да тут открываешь вот эту хрень, тут постоянно что-то продается, постоянно. Ну, вот, че, ну, гуртите вот на эту хуйню, ну, вы посмотрите, это же 680 донатной валюты, лоу, тебе здесь вообще дается какая-то срань просто, просто срань, ненужная абсолютно там. Или вот это вот, что такое, 100 тысяч морей и столько и ставов, да боже мой, ну, это же просто полная срань, нахрен она нужна за 680, только совсем для каких-то шейхов. Ну и все, тебе не надо, не покупай, лол, гурти вот на эту срань, с чем проблема, я не понимаю, вообще, драма из ничего, как обычно. Так, ну, че там у нас, бла-бла-бла, обновление бездны еще, так, сброс донатной валюты, ага, это понятно, ммм, че-то где-то еще было. А, название изменили как на золотую рыбку вместо карася. А че, правда, кстати, изменили? А где это написано? А, действительно, золотая рыбка, кек. А еще, кстати, изменили то, что розария тебе больше не пинает копье, я недоволен. Че за дела? Она делала пинок здесь такой крутой. Ну, охренеть тебе. Почему? За что? Да чтобы Райден соответствовал. Ну, такую была крутая. А теперь больше не пинает. Ну, а Райден не пинает изначально. Ну, и Next, конечно, ну, здесь не то чтобы драма, здесь наоборот все приятно, то есть, они еще отдельно выпустили советы по новой версии, тут, в общем-то, первое про рыбалку, это нам все не так интересно. Вот. Они тут прям расписали про Райден. Вот миллион, вот миллион вопрос последние несколько дней, у меня в чате постоянно нюк, объясни как ешку, нюк, объясни про ульту Райден, вот, блин, два абзаца, все написано. Почему никто не считает, непонятно. Нет, мне несложно, конечно, ответить, но, ладно. и про решимость здесь тоже, короче, есть. Но самое забавное здесь, это то, что понерфили мобов, то есть, нобуси всех этих, короче, понерфили нобуси, кайраги, их вес снижен, а это значит, что теперь, привет, казуха и венте, они их будут стягивать, вот, там всякие, навык отступления был удален, короче, и они очень хитро жопо написали, то, что мы выяснили, благодаря тому отзывам и сбору данных, ну, то есть, это значит, что они, еще лишний раз, кстати, скажу, это значит, что они читают наши опросы, которые мы им посылаем, сто процентов, потому что иначе бы, вряд ли это, потому что какой-нибудь сел там Михаёс, и дело такое, дай-ка я посмотрю, что там американцы на реддите пишут, и такой, первый же просто линк открывает случайно, а там на нобусе ругается, и он такой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Си Цзиньпинь меня накажет, надо сделать нобуси понерфить, короче, удар там, я думаю, насрать вообще, а опросы, это нормально, вот, ну и, короче, просто мне понравилась, на самом деле, эта фраза, что, типа, нобуси являются более сильными противниками, чем планировалось, и они их понерфили, лучше бы они им гарды поставили, чтобы они выпадали нормально, ну и еще, конечно, нерв Пирокуба, вот если честно, я не знаю, может быть, это просто я его не замечал, потому что я его быстро убивал, там, по щелчку Моной, там, и гоню, условно, да, но оказывается, что вот его ядро открывалось на меньший срок, чем у других кубов, и они, короче, подкорректировали это, вот, ну, хотя, некоторые такие, ооо, ура, и все такое, это, это еще не все, а, ну, весьма приятная новость, для тех, кто не знает, или слабо следит за игровой индустрией, так сказать, три кита, выставок, вот, это, Е3, всем известная, которая проходит в начале лета, проходит США, ну, в последнее время, они, конечно, все перебрались в онлайн, но тем не менее, вот, на Е3 обычно, самые крутые анонсы, там, все дела, вся херня, ну, то есть, прям, супер круто, в последнее время, конечно, они уже потеряли свой престиж, и все такое, но люди все равно привыкли, что в начале лета Е3, и там время анонсов, короче, второе, это Gamescom, это такое, типа, европейское Е3, обычно там очень мало каких-то анонсов происходит, и вообще, это просто клон Е3, я бы, наверное, сейчас бы на второе место бы поставил The Game Awards, но там слишком сильно жопу лежит Кодзиме, поэтому я принципиально их игнорирую, вот, хотя, в общем-то, что там, что там, ну, типа, анонсы такие, иногда, когда, как бывает, хотя вот в этот раз, кстати, на Gamescom, что мы с вами на прошлой неделе, по-моему, обсуждали, то есть Михаё, сказали, что будет там, дату концерта на годовщину, и так далее, вот, а третье, это Tokyo Games Show, но Tokyo Games Show, это чисто для японцев, только в Японии, они не делают никаких переводов, они клали хуй на всех Гайдзинов, короче, им ничего вообще нахрен не надо, все это смотрят, все презентации, которые идут на этом Tokyo Games Show, смотрят все без перевода, потому что клали, еще раз говорю, они все, они на Гайдзин, вот, но все равно Tokyo Games Show, потому, из-за того, что большинство игровой индустрии, это японские компании, и вообще они там стояли у истоков, это все равно важная тема, и очень много анонсов там, ну, то есть реально происходит прямо вот там, и эти анонсы, например, они могут быть на Tokyo Games Show, допустим, да, ну, вот, например, Tokyo Games Show в 2021, оно идет осенью, ну, вот, как 3 октября, да, будет вот это, и, например, допустим, анонс с него покажут только на E3 2022, там где-то вот там вот летом 2022, то есть весь типа, то есть технически весь остальной мир получит как бы этот официальный анонс для всего остального мира там через полгода, а то и больше, а японцы уже будут знать. Так вот, короче, я разошелся, у Геншина будет презентация, 3 октября на Tokyo Games Show, более того, эта презентация будет идти почти час, что они там будут показывать, неизвестно, но будет идти. Поэтому 3 октября, посмотрим, что они там сейчас покажут, вообще абсолютно непонятно, что там это будет, не ясно, но поскольку японское отделение, оно, видите, отдельной жизнью всегда живет, то надо будет посмотреть. Ну, это, конечно, все будет только через месяц, естественно, о начале я вам всегда скажу, естественно, у меня на Twitch мы это все посмотрим, конечно, понятное дело, просто надо это запомнить и иметь в виду. Ну и кстати, так, это у нас что получается? То есть у нас получается, 21 сентября будет баннер к КОМИ, а это значит, что патч 2.2 будет, когда? Раз, два, три, четыре, пять, тринадцатого октября. А это значит, что презентация патча 2.2 будет первого октября, а тут третьего. Надеюсь, они не просто повторят презентацию для японцев. Блин, ну короче, это походу, что-то я, это, тупой оказывается. Так это презентация, наверное, будет, и она впервые будет на японском языке, а то они обычно в Японии только в Twitter выкладывают. Ёлки-моталки. То есть они ее еще сделают в воскресенье? Или просто повторят ее после пятницы? Эх. Да, что-то я не додумался раньше посчитать-то. Все сходится. Ну, либо у нас презентация патча 2.2 будет впервые в воскресенье, а не в пятницу, третьего октября. Ладно, все равно, anyway, поглядим, Tokyo Game Show вообще обычно веселая штука. Я не помню, по-моему, в прошлом году смотрели, там много кекали. В этот раз там мобилочников будет просто умотаться. Tencent там даже. Ну, ваше самое любимое. Минутка сравнительной аналитики! В этот раз пришлось оценить целых трех тянок. Топом среди всех оказалась Сара. Она заняла почетное топ-3. Не догнав Бэйдоу и уж далеко до Лизы. Вот. Но, конечно, размер ее груди впечатляет. Совершенно неожиданно оказалась Элой где-то в серединочке, как вы видите. И это очень странно, потому что я, конечно, заценил ее с жопу, но ее грудь абсолютно вообще... Ну, вы поняли, да? Тут все закрыто. Но оказывается... у нее там как у Люмин. А у Люмин, извините меня, если посмотреть на Люмин, то там нормально. Нам нормально. Так что... Ну и Райден, если честно, я тоже думал чуть побольше. Я думал, что у нее будет примерно около что-то розарии, но тут, видимо, из-за того, что у Райден у нее как бы... У нее кажется, что они такие объемные что-ли. Я не знаю даже, как это объяснить. Короче, они нарисованы по-другому. Не, у Райден она именно... То есть, она большая не вот сюда, не вот так, а вот, то есть, они сами по себе у нее. Ну и у нее пуш-ап, да. Ну да, кстати, теперь в топе три все электротянки, что лишний раз... Извините. Лишний раз нам говорит о том, что электро самая лучшая стихия, поэтому... Ха! И вообще, если так посмотреть, то на второй строчке, где начинается большая грудь, раз, два, три, четыре, пять электротянок, а на первой строчке только одна. Шах и мат. Где ваша кривомета? А? 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 Вот она! А-а! Фишель позорит всю электромету, ну. Да-да-да, вот так вот. А все сильные пиро плоскодонки. Да? Да? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот так. Так. Ну, маленечко перейдем к драмам, по чуть-чуть. Значит, страшные иероглифы ждут вас. Эти иероглифы, значит, относятся... Я сейчас сделаю вот так, нахально. Иероглифы относятся к тому, что в Китае ввели новый закон, а поскольку там все ходят в интернет строго по паспортам и всему остальному, так вот, по новому закону дети до 18 лет теперь могут играть в видеоигры только по пятницам, субботам и воскресеньям 1 час в сутки. Итого 3 часа в неделю. Вот. И, соответственно, в связи с этим Михаё пришлось запостить вот это положение, корректировки, то есть, почему я вообще об этом стал говорить, потому что, опять же, сейчас многие хуесосят Михаё, там все дела, но, видите, они могли бы забить хуй на это все, и сказать, я не я, жопа не моя, нефритовый стержень Си сказал, мы можем только подчиниться. Но они там вот сделали, что до 7 лет не могут ничего сделать, ну окей, там до 7 лет кому это вообще интересно нахрен. Вот, то есть, они не могут донатить, остальные могут донатить, но очень мало, и даже до 18 лет, то есть, в общем-то, тоже очень-очень-очень мало донатить. При этом у них будут компенсации всем этим детям, которые будут несчастные и бедные играть по одному часу по пятнице, субботам и воскресеньям. И, то есть, как бы, по факту, будет примерно так, как будто бы они, ну, играли неделю, а им будут присылать примагемы. Вот, ну и там все остальное. Вот, так что, и в принципе, я считаю, что это очень нормальная тема, и вообще-то, блин, Михаил могли бы и хер положить из-за всего такого, но, видите, они об этом побеспокоились. Хотя, казалось бы, я понимаю, что сейчас, наверное, ладно, у вас там в чате спам китайских флагов, я вижу, а на ютубе сейчас, наверное, в комментах напишут, да, лучше бы они там нам на годовщину дали там, не знаю, миллион примагемов и так далее, ну, бизнес. Just business. Ну и на фоне всего этого, кстати, очень интересно, ну, я, конечно, не подготовился, ну, ладно, вам придется поверить мне на слово, потому что там тут же высрался Tencent сразу и сказал такой, типа, блин, ну, ладно, там, этот закон, он нам там не фигня, это все, потому что все почему-то стали считать, что там куча детей донатит, так вот, хер вам, там, на самом деле, до 18 лет в Китае донатит там очень маленький процент. И играет, поэтому, типа, все в наши игры играют взрослые, поэтому пошли вы нахер, даже не думайте так. Ну, там в духе вот что-то такое, там, сказанули, и, в принципе, им можно поверить в этом плане, потому что уж кто-кто, они точно обеспокоены о том, какие, сколько денег они получают с китайцев. Так что, но я считаю все равно, что вот это плюсик Михаё, несмотря на то, что там все их считают жадными и все остальное, я считаю, что это очень хорошая тема, потому что они реально побеспокоились о детишечках. Понятное дело, что таким образом они, конечно, подсаживают на Геншин, подсаживают на Ханкай, на все остальное, потому что стукнет 18 лет ребенку, и он начнет донатить как не себя, естественно, они об этом мечтают. Но все равно, это очень хорошая схема, и я вот считаю, что мало кто из разработчиков, между прочим, так делает. Драма номер черт знает какая. Ну ладно, в общем, какую мне ссылку тут скинули, не ради пиара, а ради новостей. Раньше в игре Дендро Архонт упоминался как мужчина, но последний патч ввел корректировки, и теперь совершенно точно Дендро Архонт упоминается как она. Казалось бы, какая нахер разница? Я даже из этого вывел очень кектельный момент, потому что я и Мика рассказала про нее как она, и при этом назвала персонажа в Сумеру малый властитель Кусанали. Естественно, не факт, что это Дендро Архонт, малый властитель Кусанали, но, как бы, согласитесь, было бы прикольно, раз это властитель, у нас же вот есть Райден, да, она же властитель, и на зумы, да, несмотря на то, что, видите, два распиздяя Венти и Джун Ли, которые вообще хер клали на свои обязанности. Один бухает, другой эти ставит, короче, ну вы поняли. Вот. Блин. В башке теперь только Венти с вину. Зачем я остановился? А, ну да, так вот, так вот. Малый властитель Кусанали. Так вот, ну то есть, в принципе, можно предположить, что это тоже Дендро Архонт, который властвует там в своей стране в Сумеру. И, исходя из того, что называют малый властитель, ну вы поняли, малый властитель, да еще и девочка, Боже, пусть, пожалуйста, Дендро Архонт будет Лолей! Господи, чтобы она еще бесилась, из-за того, что ее все стебали маленьким ростом и все остальное, тем более она бессмертный Дендро Архонт, а это значит, что у нее будет там жопа гореть от того, что она Лоля. Ну блин, это же будет супер смешно! Ну кому это будет просто лучше? Я и так мечтаю о том, чтобы царица оказалась Лолей с двуруком Крио, чтобы она там вечно бесилась, потому что это было бы идеально вообще. Типичная Лоли Цундера, которая бесится от того, что все ее считают Лолей, хотя она таковой не является. Ну ладно, я согласен, даже если будет Дендро Архонт Лоля. Потому что это супер будет прикольно, оказалось бы, там Архонт. Тем более у нас такие Архонты, да, там Венти, Джун Ли, вообще он высоченный. Райден там, ну вы поняли, да, и потом будет вот такое. Бля, буду очень орать, если честно, прям буду очень орать, это будет супер смешно. Ну и конечно же, естественно, не без Твиттера. Офко сразу у всех подорвались жопы, все решили, что это сексуализация, что это еще миллион оскорблений женщин, бла-бла-бла, хуё-моё, фан-сервис, что эти Михаи себе позволяют, да эти китайцы в край охуели. Пользуясь случаем, хочу передать всем этим твиттерским девочкам, короче... Ну и на сладенькое. Самое просто, наверное, животрепещущее. Самая срачевая тема последнего, последней недели, которая просто, я даже не знаю, не угоманивается. О, и у нас будет сейчас апдейт, готово. Вот. Это, конечно же, стонг с парайден. Ну, давайте начнем с предисловия. То, о чем я уже говорил сегодня в начале стрима, но теперь это стоит еще раз повторить, для того, чтобы ребята с Ютуба это тоже услышали. Ну, во-первых, все супер странно. Опять начался бухтеж на Архонта. Опять Райден не бьет. Опять Райден не показывает цифр. Опять Райден что-то то. Опять Райден другое. Бла-бла-бла-бла-бла. Значит, первое, что меня удивляет в людях. Многие люди сейчас высказывают мнение, что, дескать, смотри, нюк, Райден очень хуевая без созвездий. Первого и второго. Вот. Первое созвездие, значит, ей дает быстрый набор решимости. Это баф ульты. А второе созвездие игнорирует 60% от защиты противника под ультой. Ну, что, в общем-то... Ну, камон. Хороший баф. Вот. И мне хочется спросить у этих ребят. Вы, блядь, все что, Америку открыли, что ли? Поэтому предлагаю откатиться на полгода назад. Вот специально для всех этих людей, которые, мне кажется, потерялись вообще. Потеряли берега. Давайте откатимся на полгода назад. И у нас там выходит Хутава. И как себя Хутава чувствует без созвездий? Мы вспомним С1, который... Просто я даже не знаю. Неебически бафает ведь С1 у Хутавы. Дает возможность бесконечно бегать холдой. И это, я скажу вам, охуительный баф. Так-то. Попробуй-ка без С1 сделать. Я пробовал. Блин, жопа просто. Что у тебя кончается стамина быстрее, чем там вообще все заканчивается. И Хутава стоит такая... И все. И ты сосешь. Ну и С2 тоже, да, увеличивает урон там. Цветка с ульты. Ну, в общем, тоже полезное весьма созвездие. Вот. Собственно... И несмотря на то, что сейчас какие-то люди могут там мне сказать где-то. Ладно, там в чате мы еще потом обсудим после того, как новости я зачитаю, да, и все остальное пообсуждаем. А на Ютубе сейчас тоже могут мне какие-нибудь там люди сказать, да, там, нет, ты чё? Бля, потерял мысль опять. Чё, у меня память этих 5 секунд стало? Ну, чё я хотел сказать? О, боже, как тяжело. А! Нет, я вспомнил, вспомнил. Типа, да-да-да, бла-бла-бла, там, ты чё, моя Хутава на Ц0? Ребята, вот последние несколько недель у меня в чате буквально каждый день на Твиче, вот каждый раз, когда я стримлю, и не один раз кто-нибудь приходит и задает вопрос. Нюк, вот если будет Реран, Хутава и Хома, что лучше, С1 или Хома? И как бы вы правда думаете, что люди такое спрашивают, потому что Хутава и без С1 бьёт? Да ну... Это, наверное, топ-1 вопрос за последние дни, серьёзно, я не шучу. Абсолютно. Значит, людей это беспокоит. Ну, едем дальше. После Хутавы у нас выходит кто? Правильно, Эола. И что же мы видим? Первые два созвездия у Эолы... Вау! Бонус физ урона увеличивается, а второе созвездие уменьшает время отката Ешки, что превращает её просто в машину для убийства. Серьёзно. Эолу С2, когда я накрутил, я сразу увидел разницу, потому что она просто стала уничтожать всё на своём пути. Она, конечно, уничтожала и вместе с этим, но, блин... Вот это прям... Или серьёзный баф. Наверное, я бы вообще сейчас сказал, что это, наверное, самый серьёзный баф из всех вот этих новых героев. Потом у нас идёт Казуха. Тоже мне сегодня в чате говорили. Ты чё? Да Казуха и без созвездия... И без созвездия... Открываем С1. У Казухи сбрасывается Ешка при ульте. То есть его знаменитая комбо Ешка, ульта, Ешка. Просто... Ты просто прибегаешь в мир, делаешь это комбо. И там осталось каких-то пара хиличуров, которые там... Не знаю, любой лучник какой-то... Пью! И всё, и они умирают. Всё. И это только С1. Только С1. И у С2, соответственно, тоже увеличивает мастерство. Если у вас Казуха мастерство, то... Какие вообще вопросы? Соответственно. Вот. Дальше... Камень преткновения, который меня сейчас попытаются... Ткнуть. Это Аяка. Но... Все, кто попытается меня ткнуть, могут смело пройти нахуй. Потому что я уже миллион раз говорил. Аяка это старый персонаж, поэтому она не считается. Точно так же, как и Сяо. Она разрабатывалась ещё тогда. Ещё вот тогда. А, ой, я вам сейчас даже покажу, когда. Вот. Вот тогда. Вот. Вот сверху идёт картинка. Вот. Аяка это вот здесь. И Сяо тоже. А все остальные вот здесь. Поняли? А вот тут гоним. Ясно? Вот. Вот такая, да, да. Вот так вот. Вот так вот всё раньше было. Вот. Ну, потом идёт Еремия. Ну, тут, соответственно, та же самая херня. С2 я у неё на роли довольно поздно. С2 реально даёт ей охренительный буст. Ну, не сказать, что такой же охренительный, как у Уоллы, например, или у Казухи. Но всё равно охренительный буст ей даётся. Потому что там пиро урон бафается от критов. И если ты сделал криты, то вперёд. А у неё как бы шанс критам и инстат. Ну, и тут тоже, да. А длительность взрыва увеличена, что, соответственно, её бафает неплохо. Ну, и всё. И мы с вами приходим точно так же к Райден. Точно так же. Я не знаю все эти крики про то, что она неиграбельная, там, бла-бла-бла. Вот, ладно, я стример, у меня память 15 секунд. Но серьёзно, я помню ровно такие же крики про Казуху, помню. И про... Ладно, про Юмию просто засрали. И про Олу помню такие крики. И про Хутаву помню такие крики. Ещё вы не помните? А я вот помню. То же самое. То же самое. То же самое. Единственная проблема, которую я вижу в этом плане, из которой я готов согласиться, это сигнатурки. Да, действительно, Михаё обнаглели в край. И текущая оружка для Райден, это пиздец. Ну, то есть, вот без этой оружки она реально сильно слабее. Я тут... Если мы будем сравнивать, там, допустим, с Эолой, или с Казухой, или с Юэмией, или... Кто там ещё, да? Ну, с Хутавой. То, в принципе, самое близкое это Хутава. Хотя Хутава может прекрасно бегать и с другим копьём, но все знают, что только Хома, только Хардкор, все дела. Оно очень сильно её бустит. Вот. Но у Райден прям ещё буст сильнее. То есть, при этом, конечно, да, гораздо приятнее, например, в ООЛ и бегать с разбитыми соснами, но, опять же, ей можно поставить практически любой Лего-двурук, и она будет там соу-соу. Ну, то есть... Ну, точно так же, как и с Казухой, в принципе. Да и с Юэмией, в общем-то, тоже. Поэтому... Вот эта вот тенденция, когда тебя прям заставляют крутить сигнатурку, потому что там нормальный такой буст урона, вот это очень сильно расстраивает. Здесь, да, здесь я соглашаюсь с этим, потому что считаю, что, ну, блядь... Потому что считаю, что это плохо. Такого не должно быть. То есть, сигнатурка, это, конечно, хорошо, но вот меня, например, устраивает, вот как сигнатурка бывала у Олы. То есть, вполне себе спокойно, если сигнатурка, может, там... Ну, то есть, в Оле можно легко поставить ту же Волчью погибель, и вперед, пожалуйста, иди ей сражай. Даже Небесное Величие можно поставить, да, у нее там урон упадет, по цифрам чисто, но зато она будет чаще ультовать, опять же. Вот. Но у Райден, конечно, вот это... Это мерзко, да, здесь я согласен. Вот. Поэтому, соответственно, непонятно, пока еще будет дальше. Но все еще... Все еще... Не считаю это каким-то поводом для бухтежа, опять же. Не потому, что... Не потому, что там кто-то неправ, или там, вы, давайте, вперед, мамки на диван, революционеры, а потому, что бухтеть надо было, блядь, когда вышла Хутава. Вот тогда надо было бухтеть. Но нет, просто у хутоистов там переклинили мозги, они бегали со своей Хутавой как ненормальные, смотрите, нам там ее заанонсили позже, мы все такие особенные, ой, какая она милашка, ой, какая у нее сейл милашка, а то, что ее надо дрочить и хому на нее крутить, а без созвездия она хуево играется. Да похуй, она же такая милашка! Вот, блядь, пожалуйста, идите сосите сиськи ее. Но она же тоже милашка, ну, что бухтеть-то? Вот тогда надо было бухтеть, а теперь уже бухтеть поздно. Ну? Поэтому, поэтому, я говорю, я не понимаю этой херни. И теперь мы плавно подходим к главному. А кто же бухтит, так сказать? А судьи кто? И вот мы плавно подходим к моей другой животребляющей теме, о том, что я всегда говорю, что все бухтящие люди в интернете, особенно я это часто вижу в чате, вижу в конфе, в телеге геншинов-боговской своей, вижу в комментариях на ютубе, везде, 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 как люди начинают говорить просто в один голос, как все чем-то недовольны. Буквально, буквально вот, даже сейчас покажу где. Буквально вот. Китайцы подают в суд на Михаё. Как же они, это, недовольны Райден. Просто ужас. Какой кошмар. Узкая специализация. Пиздец. Просто чуть ли не офисы Михаё пойдут сжигать. Какой вообще кошмар и ужас. Какая, какая, какой там. Все обсуждают, что они там на форумах бухтят. Там какой-то, какая-то дичь. Ну, кстати, отдельно хочется сказать, что люди ебанутые. У меня просто нет другого слова. Которые совершенно не умеют читать текст в игре. И бухтят про Райден и Бейдоу. Хотя, все очевидно, ведь у Бейдоу, блядь, баф не дает баф о культе. Ну, ладно, я не читаю тексты, окей. Но я не бегаю и не ору на каждом углу. А люди бегают, не прочитав текст. Вот. Естественно, эту тему удалили, потому что это идиотизм, лол. Короче, вот. И там... То есть, как китайцы там просто... Воу! Все! Кошмар! И все теперь бегают такие и кричат, что все. Но нет, ребята. Это не все. Это не все. Это далеко не все. Это просто туса на форуме. Это просто туса на реддите. Даже если вот просто вот взять и открыть, например, реддит по Геншину, к примеру, и тут видно, что здесь один миллион читателей, и открыть условно, например, не знаю, какую-нибудь горячую тему, то там не будет даже ста тысяч комментов. Вот. И то есть, это даже не все вот, вот, например, из реддита. Это просто, просто вот люди. Люди, которые выражают свое мнение. Им никто не запрещает его выражать. Конечно, нет. Зачем? Я не говорю, что никто не ноет. Я говорю, что вся эта хуйня, которая вот начинает когда орать, что там китайцы там недовольны, она просто разобьется вот об этот график. Потому что Райден побила все рекорды доходов в Китае. И это только с Айоси. За 4 дня она заработала больше 15 миллионов баксов. Если сейчас посчитать, то там уже почти 20. Вот он этот пик, этот Райден. Вот это, если что, Кли. Это Реран Венти. Поэтому у него сейчас все шансы за время своего баннера вообще всех перегнать. Всех абсолютно. И при этом, очень важно заметить, что можно, конечно, привести мне контраргумент сейчас и сказать, ну нюк, просто все наролили, а потом поняли свою ошибку. Но нет. Этот аргумент у вас не сработает. Знаете почему? Смотрите, показываю фокус. Вот так вот сделаем. Потому что в первый день Райден Райден собрала всего лишь 3 миллиона. 1 сентября. Видите, вот этот вот желтенький вон там. И ее вот как раз можно сказать, что ее никто не роливал. Потому что 3 миллиона это очень мало. Ведь если мы сделаем вот так, то допустим, вот, например, вот Реран Венти. Видите, 5 миллионов в пике в первый же день. Это вот так ролили Венти. то есть там 5 миллионов против 3. Ну ладно, здесь тоже были пики маленькие, но в принципе, например, допустим, вот Джун Ли, например, 2 миллиона в пике, да? Там, где это? Кто после Джун Ли-то был? Эола? Эола там тоже 2 миллиона в пике. Там, Аяка тоже вон в пике почти 2 миллиона. То есть она заработала 3 миллиона, буквально чуть-чуть меньше. И как раз таки потом, на следующие дни, люди ее накрутили. Потому что на второй день 6 миллионов, на третий день 6 миллионов, и вот буквально сегодня, за сегодня еще 3 миллиона. То есть, опять же, обращаю внимание, за сегодня пик даже не упал. Она продолжает зарабатывать бабла, понимаете? То есть, опять же, если мы сейчас вот вернемся, вот сюда, не посмотрим. Видите, как пик резко опускается? Ну ладно, в Энте он не резко опускался, окей, ну потому что в Энте неудачно. Вот, то есть, например, там взять 2 миллиона и сразу же все, все пошло вниз, миллион, 500 там, а здесь вообще вон какой жесткий пик. И здесь, короче, у Хутао я вообще молчу. И так далее. Вот только у Аяки видно, что она достаточно зарабатывала. Видите, как медленно идет вниз вот этот вот график? Вот, у Емени тоже вон сразу резко хуяк и все, вниз. Вот. И то есть, соответственно, все эти аргументы про то, что там китайцы что-то там ноют, бла-бла-бла, это только подтверждает, что, только подтверждает, что, блин, ноет определенная куча людей. Большинство людей просто берут, кидают деньги и роль Трайден. И все. Вот и все. Поэтому все вот эти вот, все китайцы, кто все, 20, почти 20 миллионов. Ну, смотри, 3, это 6, и 2 раза по 6. 18 миллионов, ну там, с копейками, 19 наберется. 19 миллионов влоу на 4, за 4 дня. Это дохера. Ни один персонаж столько не зарабатывал. Блин, это супер дохера. Поэтому я не могу поверить, что все китайцы недовольны. Вот я с Юэми, я бы поверил, да, вот она ваша Юэми, вот этот бугорочек. Почти как кацин. Вот это да, я понимаю. Здесь бы я легко поверил, что китайцы недовольны, штурмуют. Но, блядь, вот это не отражает недовольства. Это значит, что просто какая-то масса народу, они недовольны. Ну и пусть они недовольны, это нормально. Не может всем что-то нравится. Обязательно будут какие-то недовольны. Мы с вами прекрасно уже знаем, мы с вами все равно это все смотрим, потому что каждый раз, каждый патч, начиная там с Ганьюи, да даже начиная с Тарталии, боже, все там обсуждали его Ешку постоянно, всегда есть недовольные. Это просто нормально. Но это не значит, что недовольны все. Поэтому вот эти вот все новости, что там все китайцы там и вот сейчас ее там бафнут. Ну опять же, бафнут ее и бафнут, что? Разве это плохо? Разве баф персонажа вообще было плохо? Нет, заебись. Не бафнут? Ну и хер с ним. Иди играй. И все. Поэтому как же сброс донатов? Про это я тебе тоже могу сказать. Это я сейчас тебе легко. Ну давай вот так рассуждать, если ты хочешь сейчас привязать всякие другие вещи, там сброс донатов, хуё-моё. Ну и рассуждать так же, да, давай. Всегда можно, вот, уже говорю тоже об этом на стриме, опять же, сейчас специально для ютуба, для тех, кто, может быть, не присутствовал на каких-то предыдущих стримах, всегда можно что-то аргументировать, всегда. Можно придумать, притянуть за уши любую херню абсолютно. Почему? Потому что этот график показывает всего лишь количество денег, вкинутых в игру. Естественно, а может быть, люди донатили на оружку, а может быть люди просто закидывали там бонусы, а может быть люди то, может быть люди другое. Да, но в большинстве случаев все донатят на персов, можно башкой об стол биться, но лоу, большинство донатит именно на персов. Персы, главное действующее, разводилого на бабло в геншине. Я не знаю, как с этим можно спорить. Можно, конечно, если хочется, можно спорить, пожалуйста. Можно говорить, что вот там Тарталью, это вот Тарталья так мало заработал, он был бы еще меньше, просто люди крутили Розарию там, я не знаю. Да, Венти вот столько заработал, потому что это было там первое, это был релиз игры. Да, Клис только вот заработал, да, потому что это просто люди еще не понимали, и она там маленькая милая Лоля. Блядь, еще 100 тысяч миллионов причин там, я не знаю, допустим, да там, не знаю, да это просто на посох хомы там все крутили, а не хутаву там или еще что-то, да что, ну лоу, ну типа лоу, можно просто вообще задонатить и не тратить, а можно задонатить и сливать примогемы в смолу, ну камон. И вот, между прочим, что я заметил за людьми, которые вот у меня, например, в чате так вот приходят, вот вы, ребята, приходите ко мне в чат на Твиче, и вот начинаете вот сыпать вот такими вот вещами, но при этом всегда-всегда прослеживается ровно вот одна вещь, то есть она звучит примерно так, допустим там, я показываю на графике, говорю, о, смотрите, как и Ола там продалась, и все такие, о, да, была, и Ола моя вайфу, молодец и Олочка, давай, вперед там, нефритовый стержень, все дела, да, 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 давай, а потом такое говорю, а вот так вот там, там, не знаю, Юймия продалась, не, ладно, давайте, Аяка, например, Аяка продалась вот так, и люди сразу, да, ну, блядь, это же, да, нет, мне Аяка не нравится, нахер надо, вот, вообще, и вообще это там, все из-за донатов, и вообще там, она плохо продалась, да, это потому, что там других анонсировали, да нет, просто, нет, нет, и, блядь, серьезно, и каждый раз вот так, просто каждый раз вот так, поэтому сейчас, поскольку идет хейт Райдена в интернете, естественно, сейчас будет миллион оправданий придумано, и донаты это, и там еще что-нибудь, и да, это просто миллионер пукнул в лужу специально, там, я не знаю, сейчас кинуть вообще будут, не знаю, конспиративные теории, там, чуть ли не Билл Гейтс договорился с китайским миллионером, и они решили просто ради кеков кинуть 30 миллионов в баннеры, в баннеры Райдена, блядь, серьезно, да, ибо, ну, серьезно, ну, камон, ну, что такое, смиритесь с лоу, китайцы задонатили в Райден, все, это все, что нужно знать, я, если честно, и так сам не ожидал этого, серьезно, я думаю, Райден будет на уровне, ну, вот, максимум рера на венте, и то вот сразу же потом будет, такой же вниз, а она вон за 4 дня что творит, кек, охренеть вообще, так что, как-то так, ну, при этом, кстати, можно сказать, отвлечемся немножко от Китая, где, при этом, кстати, в Японии, она показывает себя, ну, в общем-то, тоже неплохо, это примерно в районе уже, сейчас, подождите, у меня башка пухнет, это что-то примерно в районе 10 миллионов баксов, но как бы, ну, там плюс-минус, короче, но, то есть, согласитесь, не 20, точнее, не 18 в Китае, да, вот, но в Японии тоже нормально, меньше гораздо, примечательно то, что, кстати, в Японии, то есть, в Китае, Юймия заработала меньше, чем Аяка, ну, то есть, как бы, тут очевидно, да, даже вот, где-то, вот Аяка, и вот Юймия, а в Японии, наоборот, Юймия заработала, ну, не сильно больше, то есть, вот видите, 12.48 это Юймия, а 11.04 это Аяка, то есть, не сильно больше, но все-таки больше Аяки, вот так, ну, японцы, они, естественно, вайфу ролят, все, хуё-моё, вайфу гейминг, да, вот это вот все, мы с вами и так это знаем, у японцев там и Тарталия впереди, планеты всей, потому что он топ-4 по заработку, из всех баннеров, хотя, казалось бы, так что, ну, я думаю, что Райден и у японцев тоже, может побить рекорды, потому что самый большой рекорд у японцев, по-моему, это Гань Юй, сейчас, чтобы не спиздеть, вот это, ну, то есть, это почти 20 миллионов баксов, за все время, вот, как-то такие, ну, в принципе, наверное, можно сказать, что шансы есть побить этот рекорд, но не прям, я бы не был столь убежден, в этом, а в Китае, да, аномально, ну, я даже такого не ждал, такого всплеска, поэтому, поэтому, опять же, лишний раз весь этот срач в интернете, он какой-то странный, не знаю, я не знаю, я уже видел много токсичных постов, уже видел много всяких плачей, при этом, опять же, вот вы все люди ко мне приходите в чат, и говорите, да у меня вот Райден 100к ударил с ульты, я такой, нихуя себе, это кто-то считает мало, причем там без сигнатурки, по-моему, это супер странно, я бы свою Райден еще не проверял, но проверил, поэтому, не знаю, не считаю пока, что Райден настолько слабая, чтобы устраивать вот такой вот плач в интернете какой-то, чтобы все ей недовольны, ну вот, как-то так, такая вот драма, ну так это относится тоже ко всем тогда, недовольны и те, кто ее имеют 6 не докрутил, и Венди, и так далее, поэтому, посмотрим, что там будет, с Райден, и со всеми этими драмами, но неделя выдалась, конечно, веселой в этом плане, вот как-то так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok